всем привет всех рада видеть на аккаунте any school онлайн сегодня у нас с вами немножко дизайна покажу что входит в пакет платина какие варианты дизайна и нарисуем с какого-нибудь из этих курсов типсик я думаю может быть из флористики либо из рептилии что мы не так давно с таташей как люгиной показывали вензеля и а из азбуки линий вот поэтому не знаю пишите чуть цветы или цветок либо рептилию показываю эту нашу рептилию самую любимую технику она не просто она очень красиво слайдер никогда не сравнится по сравнению с тем как эту рептилию можно выполнить вручную если она получается и когда вы уже прям навык отточили конечно не сразу на все нужно время то я считаю что она по красоте лидирует лидирует на все нужно время и выработка часов эфир до обязательно сохраним всегда сохраняем эфир так ну давайте тема напишите кто-нибудь тема дизайн и из пакета платина платина дизайн и из пакета платина будьте так добры напишите а я прикреплю эту тему да у нас пакет платина входит ходит входит четыре курса и где-то год назад мы добавили нет наверно полтора года назад добавили еще пятый курс вот поэтому один курс у нас сейчас стал вообще там по желанию хотите проходите хотите не проходите и многие вот немножко непонятно нужно вот так взять все скопом пройти нет не обязательно там самое главное в первую очередь закончить курс маникюра и получить корочку аттестат потом приступаете к моделированию а потом уже в последнюю очередь потому что там не всем важно чтобы прям вам выдали сертификат вот потому что получить сертификат по тому или иному курсу по дизайну да нужно сдать все уроки вы должны это понимать потому что пакет платина с сопровождением там очень строгие кураторы достаточно требовательные и они работают конечно на ваш результат если например даже с пятого раза вензелечек не получается ну конечно иногда могут там попросить но сделайте перерыв там на месяц на два потом еще раз приступайте к сбоке линии так написали мне спасибо нет нет тему никто не написал девочки тема 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 дизайны из пакета платина никто не написал девчонки будьте так любезны напишите тему дизайны из пакета платина чтобы я прикрепила чтобы я прикрепила сейчас мы с вами решим писали блин почему не вижу вижу только пишут периодически что эми цветок показать сегодня наверное давайте тогда да и не цветок это пишет хотелось бы рептилию посмотреть ну ладно без темы пройдемся просто перчатками неудобно печатать у нас скоро аттестация инструкторов я решаем какие будем курсы по дизайну апгрейдить что инструкторам показывать есть конечно немножко такой бардачок не обращайте внимание на бардак который вы увидите меня сейчас на столе я серьезно я не вижу тему неужели вас так много а вот теперь увидела одна девочка все благодарю ну что запись будет так не переживайте запись будет так числе на меня без фильтра посмотрите грустненько без фильтра ну ладно так переворачиваем итак поехали ну первый курс который рекомендую обязательно пройти с чего начинать в первую очередь потому что конечно пакет платина вы его покупаете навсегда и прям обморочно падать в обморок спешить все закончите пройти нет не нужно выбить и выберите для себя основных пару курсов но я считаю что обязательно нужно пройти курс топ-10 правда нескольких типсов не хватает вот почему топ-10 потому что здесь топ-10 идет упор на декорации это использование неоновых пигментов пигментов хамелеонов классических пигментов фольга использования матовая глянцевая глиттер и всевозможные втирки всевозможное применение техник втирок и все это в скупе с элементами росписи поэтому первый курс конечно первую очередь который прям вот но обязательно постараться нужно закрыть это азбука линий это базовый курс сейчас мы платину бесплатно добавили апгрейд новой азбуки линии поэтому кто давно не заходил в свой пакет обязательно зайдите и проверьте вот возьмите обновите знания вот тем более раз бесплатно уже добавили можно хотя бы несколько уроков обязательно пройти вот кто по новой пройдет азбуку линии обязательно отмечайте меня stories буду смотреть как получается когда уже повторно проходишь азбуку линии азбука линии здесь такой знаете набор элементов которые из года в год они все равно перетекают в таком сезоне больше актуальны такие линии в таком сезоне такие там такая-то композиция цветовая гамма но по факту если взять например мой 20-летний опыт элементы как таковые сами они одни и те же из сезона в сезон перетекать просто меняется подача поэтому если давно например не рисовали и хочется обновить навык просто заходите в купленный когда-то пакет азбука линии и просто пересматриваете если у вас пакет куплен платина то у вас бесплатно будет вот этот новый курс азбука линии кто азбуку линии покупал когда-то можно со скидкой купить новый я сейчас точно скидку не знаю какая идет на повторную покупку вот но мы достаточно сильно сейчас поменяли азбуку мы ее перезаписали с наташей как любиной вот кому интересно посмотреть обязательно пересмотрите эфиры здесь во имя онлайн и вы сможете найти как раз где мы с наташей презентуем презентуем этот курс вот еще раз напомню после азбуки линии вы проходите обязательно топ-10 и в принципе на этом можно остановиться вот смотрите сделать паузу идти искать работу там не знаю попробовать организовать рабочее место дома пока остановиться а вот потом когда вы уже устаканитесь все да там начнете принимать уже первых клиентов можно в пакете платина уже открыть курс рептилия она входит в этот пакет это вот сколько лет прошло до прошло наверное уже лет 15 этому этой техники она не изменилась вот смотрите это одна наверное из не изменившихся вообще техник она в нетронутом вине виде осталось и она очень красиво и периодически нет нет но вот прикольно делать такое клиентов особенно когда вот бум и эра неона было да вот неоновая рептилия она вообще очень круто смотрится вот дальше в этот пакет платино также у нас добавлен nail crust я в свое время конечно добавила его туда не подумавшую самом деле сложный курс как оказалось для начинающих мастеров вот поэтому у нас изначально курса топ-10 смотрите не было в платины и мы уже вот когда новую платину начали продавать мы оттуда nail crust убрали оставили топ-10 но вот у кого платина куплена с nail crust там ну тот знает в курсе сложноватый курс оказался для начинающих мастеров его конечно лучше тоже откладывать на потом вот кто-то пишет не могла остановиться все прошло за месяц какая-то умница марина я с я сонова это конечно есть и принципе такой достаточно большой процент кто умудряется и маникюр и наращивание и все курсы по дизайну пройти есть и вас на самом деле не так уж и мало вас достаточно много и с каждым месяцем вас вот таких вот кто доходит до конца становится вас больше ну и конечно вот то что я хотела сегодня порисовать это эми цветок курс когда-то называлась сложная флористика ссылки на курс я повешу в stories я пойду я могу идти в смотрите я могу все эти курсы повесить отдельно покупкой там по специальной цене по очень хорошей вот и в том числе и новый курс азбуку линии тоже повешу с покупкой обязательно попрошу менеджера чтобы сделали скидку сейчас какую-то на ближайшие сутки вот это когда-то сделала меня знаменитой это фольга отпечатывание фольги до техника литья и вот эти цветочки не одно время даже так и называли что вернее назвали эти цветы кати на цветочки у меня и логотип кто помнит старый логотип эми он как раз и содержал этот цветок у вас у многих есть эта продукция ведь что даже когда я логотип придумывала мы попросили дизайнера обязательно взять цветок сфотографировали типс и она прям перерисовала и встроила его в логотип но мой папа до сих пор любит именно старый логотип эми вот так как он не ретроград вот это я вам показала сколько входит пакет платье на всего конечно же все эти курсы их можно купить отдельно все равно каждый год мы выпускаем еще новые курсы в том году классный новый курс стартовал дольче габбана это у меня наверное до сих пор пока что самые любимые вот потому что он такой новые там чуть-чуть жестовской росписи и чуть-чуть китайской росписи это все соединено такой знаете апгрейд я бы сказала жестовской росписи поэтому кто любит такое сложное для творчества всем рекомендую купить курс жестовская роспись тире дольче габбана называется почему убрали его с нового бренда а логотип ну смотрите когда компания проработала 10 лет все равно нужно делать небольшой брендинг а нам уже не одно пиар агентство и и по пары брендингу агентство в том числе все говорили что логотип немножко устарел вот устарел потому что сейчас модно более лаконичные шрифты и логотипы вот и здесь конечно цветок он прям вот мешал во первых очень сложно делать тампо печать что такое тампо печать это когда не наклейка клеится на продукт да видите здесь же нет наклейки а когда идет печать штампуются и вот этот цветок его было тоже в том числе очень сложно наносить пропечатывать например на бутылек было не сложно да например на какие-то мелкие детали это всегда была проблема у нас поэтому я обожаю новый логотип все равно я считаю что это более стильная поле современная и отвечает именно тенденциям мировым понимаете вот это лого она была немножко уже не в рамках такой знаете современной моды что касается написания шрифтов даже если посмотрите вот ну не знаю старые логотипы там ковали дольче габбана и все лоран сейчас все сокращают эти названия упрощая там до одного слова стараются все минимизировать вот и мы в том числе минимизировали так ну ладно давайте с вами присутствует поставьте плюсики кто покупал пакет платина кто уже проходил этот пакет так что делаем покрытие какую-нибудь у меня под рукой эйсбэйс это новые базы очень с высоким большим содержанием пигмента средней вязкости рассчитаны для работы на маленькую длину благодаря вот такой плотности и вязкости вы не сможете ее нанести жирно вот во первых и во вторых получается перекрывается линия гиппонихия это самое главное самый главный плюс эйсбэйс это то что она на маленькой длине может перекрывать в отличие от других цветных баз которые все равно их делают средней плоскости чтобы они просыхали эйсбэйс понятно что она тоже не может быть плотностью цветного гель-лака но вот если сравнивать все равно такие достаточно плотные базы и самое главное несмотря на то что можно использовать на небольшую длину соответственно это же толщина небольшая правильно у них очень жесткий каркас у этих ногтей получается эйсбэйс она кстати даже пилится вот если например нужно попилить поравнять поверхность мне очень жесткий каркас вот очень жесткий каркас хотя вот кто мастера с опытом они многие эйсбэйс и мои вот технологи в том числе они любят делать даже длина тройку кто-то даже любит наращивать эйсбэйс потому что очень жесткий каркас прям вот и пилится как гель вот а и да сама главное она не требует прозрачной базы у нее очень хорошая адгезия есть конечно клиенты исключения там если например подростки у кого очень влажные ногти там гормональные изменения идут клиенты которые там какие-то препараты принимают у кого вообще там бывает просто течет вода там возможно конечно таким клиентам лучше нанести прозрачную базу мы кстати сейчас планируем как раз формулу эйсбэйс выпустить прозрачном варианте единственном скорее всего эйсбэйс не буду называть какое-нибудь новое название придумаем вот можно взять прозрачную базу какая у вас есть там например если медиум есть тонким тонким слоем прям втирающими движениями наносите медиум под эйсбэйс можно либо бэйс эмилак вот кстати не все партии бэйс эмилак подходят под эйсбэйс гель вот если брать то лучше вот мы сейчас последнее время поняли что лучше взять медиум а так вообще мы работаем без подложки прозрачной без подложки прозрачной ну что давайте делать подмалевок подмалевок так господи у меня видеть у меня живого места нету это здесь набор красок с красками подмалевок сделал не есть классная колебица эмоушен вот кто найдет на балбересе либо на эмми шоп точка ров что я знаю что там несколько коробочек осталось обязательно купите красивые такие цвета не и на весну и на лето класса когда несколько оттенков делаете одновременно возьмем вот так три оттенка либо гель-лаки берете у меня сейчас видите на столе нет гель-лаков цветных но только краски поэтому так берем какую-нибудь кисточку русскую слава салфеткой протираем под твине нужна подложка обязательно хотя в принципе у твине смотрите тоже там достаточно хорошая адгезия вот кстати у меня здесь планшетка оказалась дольче габбана девочки это курс новинка которым мы делали когда мы его делали ну как раз ровно примерно год назад весной просто красота неземная здесь жестовская роспись и частично китайская роспись кто любит такое сложное обязательно попробуйте да базу прозрачную берете для гель-лака и твине и эйсбэйс стоят тогда отлично мне просто последний раз там пара девочек написали сказали что все таки под эйсбэйс лучше брать медиум прозрачную базу чем хороши цветочки эми здесь только принципе упор идет на контурную прорисовку вот но с одной стороны хорошо да а с другой стороны если конечно терпение нет у человека дать делать эту мину уку контурную прорисовку да еще и навык получает то конечно труба сразу хочется и клиента побить сказать да кто же придумала это да чушь так сложно и обычно первый цвет накладываю и просушиваю чем больше оттенков положите тем лучше я сейчас рисую я фон сделала из базы цветной это эйсбэйс лавандовый оттенок номер два недостаточно пигментированные я еще за что знаете эйсбэйс люблю особенно белую эйсбэйс то что не нужно топ слайдер наносить для слайдера это же база у нее уже есть цвет белый под любой слайдер и тут же слайдер может приклеивать очень удобно я работаю красками из коллекции мошен вот поэтому поспрашивать возможно у дистрибуторов есть на остатках потому что эта коллекция выходила летом и возможно конечно и уже и нет но я знаю что вот по моему на эйми шоп я что-то как-то заходила лазила я вот увидела мне показалось что там было у меня просто под рукой была эта коллекция поэтому я ее взяла так если другие коллекции красок и изберите другие вообще я люблю в цветочки ими добавлять как можно больше оттенков кисть 00 овал можно взять овалы для жестовской росписи они кстати даже наверно лучше будет вам удобней овалы для жестовской росписи они более коротенькие суши делаем центр темный темный центр вот у меня здесь есть кисточка для лепки соболь красный номер 3 кзм у меня никак не получается ими цветок каждый раз получается уродиц ну первое что нужно проверить какой кисточкой делаешь контурную прорисовку это очень важно эйми цветные гели они схватываются очень быстро девочки недостаточно хорошо особенно им паста моментально высыхает делаем центр потемнее нет конечно руль жестовская роспись не входит в платье но девочки пакет платина вот вы его купили и купили там бывает конечно вера какие-то бесплатно добавляет вебинары какие-то там вот такие вещи а глобальные курсы почему она должна туда добавится бесплатно в сети году какой труд был проведен чтобы сделать этот курс записать вот почему он должен входить бесплатно тем более это очень сложный курс он для начинающих мастеров вообще не подходит так сушим и теперь я очень люблю делать контурную прорисовку смотрите вообще сверху финиша ну люблю если конечно клиент активный и у него механическая нагрузка большая то конечно лучше тогда контур будет потом повторно запечатать просто видите какой эффект получается если мы берем им пасту для прорисовки да она но особенно на матовом топе так и остается вот так видите сверху диск на по матовому топ очень сложно рисовать не хотите можете сейчас топом перекрыть нарисовать контурную прорисовку а потом еще раз уже перекрыть финишем почему я все равно сейчас буду наносить топ смотрите хотите очень тонкую контурную прорисовку потому что видите аж подмалевок делала все равно где-то красочка бугорочком лежит где-то чуть тоньше и вот эти перепады толщины они будут мешать делать контур поэтому предлагаю взять так раз ты класс стоп без липкость без липкости или наносите только на цветочки топ либо на весь много суши можно кстати сюда например вензель очки добавить и почему-то у меня под рукой оказались шармикон щеки сейчас мы еще вензель очки добавим так хорошо сушим и теперь берем кисточку смотрите кисточка либо 5 дробь 0 из темной синтетики это на такая ведь и длинная либо вы берете белая синтетика сейчас я ее помою вот 5 дробь 0 из белой синтетики смотря кому какой удобно кому-то лучше брать прям вот темную синтетику потому что она очень длинная я наверно возьму темную синтетику во первых темная синтетика она чуть-чуть помягче я думаю что уже можно рисовать вензеля есть конечно девчонки они есть наличие если вдруг у дистрибьюторов нет это значит просто дистрибьютор не закупил а так если вы зайдете на и мешок вензеля есть у нас вензеля не относятся как знаете это к такому базовому ассортименту так ну что я наверное беру блэк тар черный им пасты сложнее делать контурную прорисовку легче делать гель-лаком вот но единственно что гель-лак может подтекать если нужно прям зайти супер тонкая прорисовка то лучше взять гель-лак смотрите вот видна разница да вот это вот гель-лак а вот здесь вот краска гелевая здесь вот импаста гель-лак может чуть-чуть тоньше ложится все и пошли делать прорисовку сушки сто лет не рисовала ими цветочки представляете так как у меня будет все равно идти финиш сверху пришли сейчас еще наклею шармиконы я буду стараться делать максимально тоненькую прорисовочку гель-краску можно просто сейчас взяла импасту ну потому что люблю импасту у кого черный тюльпан берите черный тюльпан у меня кисточка такая немножко подуставшая юль у тебя есть новая кисточка черная синтетика ну которая ты работаешь у меня просто вообще давно не рисовала открою вот обезжиривать новый новая вот знаете как видно что старая синтетика или нет у старой кончик начинает загибать от открыла я говорю открою юлька редко рисуешь я уже не рисую юльк юльк ты обещала что ты сходишь на роспись художественную к наташи сходила для нового технолога значит вместо аня код новая девочка работает я ее вот мучаю по росписи чтобы нашла и училась потому что роспись нужно периодически эти постоянно нужно снимать излишки с краски потому что еще проблема большая вы очень много лишней краски держите на кисточке но импаста лада она знаете она не течет импаста ну например гель-лак если его будет очень много просто у вас начинает растекаться и что делать давать толстую линию по имя цветка у него есть четкая схема вы его просто учите наизусть эту схему и все вот был период когда я просто была вся розовая у горошек и в цветочке это было просто какое-то помешательство конечно же весь бренд был поэтому розовый в цветочках все всегда было и горошек потом началась начался этап когда я к этому горошку с этими цветочками начала добавлять кружева вензеля и даже вот эту серединку тычинки тоже нужно делать очень аккуратно вот поэтому мы вас учим в основном импастой работать потому что она двое как поставили она так и стоит на никуда не течет кто-то пишет учиться нужно всегда полностью с вами согласны ну хотя бы раз в год нужно что-то проходить периодически по повышение какой-то квалификации конечно хотя бы что-то это дизайн постоянно проходит его это вдохновляет мастер маникюра на периодически проходит у нее и настроение другое работать с клиентами кто-то постоянно повышается там по покрытию по маникюру у кого-то там например навык такой что ему нужно постоянно повышаться по моделированию особенно этого начинающих мастеров и всегда я вам говорю нужно повышаться всегда первое время ну первые хотя бы два года постоянно маникюр и моделирование даже вот знаете не сколько маникюр а вот именно сколько столько моделирования сейчас конечно обленились мастера хотят только выучиться на маникюр и покрытие гель-лаком и все моделирование не хотят то я считаю что успех мастера который зарабатывать начинают большие деньги только в том что он обладает всеми технологиями и может очень классно их смешивать между собой и варьировать зависимости от показаний как врачи то что действительно есть клиенты кому по показаниям подходит только гель никакой гель-лак какой бы он там волшебный и золотой не был все равно особенно вот совмещать классику и гель-лак получается также офигенские ногти которые все равно стоят намного дольше и выдерживают нагрузку у клиентов чем например в чистом виде классика или в чистом виде гель-лак что конечно бесспорно гель-лака один большой плюс перед классикой у него сильнейшая гель-лака адгезия но не хватает прочности а гель позволяет сделать прочную архитектуру плюс надо уметь пилить уметь форму видеть кто-то успокаивается все правильно сейчас конечно клиенты не хотят сидеть очень долго на обслуживании я кстати тоже такой клиент юль отдай пожалуйста пинцет пинцет дашь сейчас мы еще шармя кончиками все это украсим извини я тебя затеркала так зелёчки конечно хочется что я захочу я же захочу золото рисовала рисовала центр перекрыли не страшно блин какие классные шармя кон и девочки прям запасайтесь классный всегда пригодятся все дизайн готов перекрываем финиши и можно например сами тычинки взять тоже не краску гелевую с липким слоем а взять краску гелевую без липкого слоя это значит точно так же взять серию эмпасты и белый рафинад белый рафинад екатерина я у вас работала в продажах курсах возьмите работу обратно цветкова ну напиши в директ и я передам менеджером обязательно хорошо передам так и берем белый рафинадик и тычиночки у нас будут часть сверху тоже я говорю тычинки они могут спасти ситуацию если например не получилось сделать правную идеальную обводку тычинки если красиво поставить не могут придать цветку более законченный вариант у меня было одно время прикол я короче эти точечки все постоянно везде много ставила вот мне нравилось все сушите две минуты чтобы исчезла липкость сэмпасты и дизайн готов да и шарми коми конечно они все равно экономит время с одной стороны все-таки ручной дизайн да и чтобы вот вручную не рисовать эти вензеля еще фольгу не отпечатывать да все-таки получается дизайн еще сильнее увеличивается по времени а клиент например привык у вас только к ручной росписи получается вы часть элементов делаете вручную роспись а часть дополнительными материалами добавляете и дизайн он все равно остается ручной но вы по времени себе конечно очень сильно поможете курс еще раз напомню называется эми цветок когда-то он назывался сложная флористика он также у вас входит в пакет платина вот но я рекомендую к флористике приступать уже либо в самом конце либо прям знаете сделать перерыв и там через несколько месяцев приступить чтобы знаете у вас ну вы отдохнули в общем так подскажите пожалуйста есть шермиконы типа луи виттон ну нету пока смотрите но я планирую сейчас боксы делать сейчас секундочку вот но я сейчас планирую делать боксы классные это больше уже наверно начнутся я не помню на браслетом и там как раз будет такое вот а-ля что-то а-ля дольче габбана а-ля там шанель поэтому обязательно даже садитесь подскажите пожалуйста когда появится стемпинг я уже говорила стемпинг появится примерно в середине февраля очень красиво было белые печеньки правда оживляют цветок даст кстати вот вопрос а в трафаретах есть или цветок есть есть кстати мы там сделали отдельно его и когда вот так сплошняком контурная обводка так что можно будет себе жизнь облегчить до этих я сейчас уже прям выложу номер шармиконы юль дай пожалуйста последний каталог сейчас я вам скажу какой номер вензелей золотые слова о важности моделирования да даже мастерам которые прошли маникюр и научились научились выкладывать гель-лак понимаете нужно еще уметь пилить понятно что классно работать без запильными техниками но например тот же квадрат да ты сделал его без запила но нужно все равно взять пилку и допилить потому что вот я и раз вот смотрю вот эти ногти которые сделаны квадрат гель-лаком все вроде как идеально на фотографии смотришь и смотришь на эти ногти вживую вот так и хочется взять пилку и допилить потому что правильно сейчас все научились правильно фотографировать ракурсы ногтей где не видно что же там с этим квадратом на самом деле вот поэтому учитель спилить нужно уметь моделировать но пилить это тоже очень важно видите архитектуру потому что сейчас из-за гель-лака у многих многие разленились видеть архитектуру понимаете видеть продольный изгиб видеть поперечный изгиб видеть толщину вот этих боковых сторон видеть толщину торца либо и вообще чтоб там и не было чтоб он вот прямо у этого квадрата вот так вот все заканчивалось крик души не серьезно серьезно так сложно найти мастеров которые реально не только отучились на моделирование а еще и применяют понимаете наш мало отучиться нужно дальше это внедрять к клиентам какую базу лучше использовать в качестве подложки смотрите либо база и милак либо база медиум если вы делаете классическое моделирование у классического моделирования у нас в линейке есть гель он базовый называется ультра ультрабонд как как называется базовый гель для классики супербонд вот он да 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 извините ультрабонд это грунтовка короче для классики лучше брать классическую базу для гель лака лучше брать гель лаковую базу да вот вот она классическая база называется супербонд гель это классика это жесткий гель вот но если например нет классики можно конечно совмещать с гель лаком но иногда иногда база может не подружиться скажите пожалуйста у вас не намечаются новые слова прописи очень красиво было бы я учту это шармикона в боксах будет шармикон и слайдер да там будет прям под бокс индивидуальные декорации пилю так что аж понимаю что долго кто бы дал под затыльник задолго перевалова смотрите у кого есть пакет платина у вас бесплатно там в свое время добавили курс скорость саня колод отличный курс вот обязательно не сразу пройдите а там знаете начните обслуживать клиентов а потом там через перерыв какое-то время пройдите курс скорость кто например не покупал пакет платины рекомендую купить отдельно этот курс он называется курс скорость платье пласти не будет цветок шармикон с вензелями которые я использовала это номер 155 наверно перевернул вот увидели так это новый каталог у меня в руках поэтому имейте ввиду и на ими shop точка ру значит то же самое будут эти вензеля у нас кстати если вы покупаете от 2000 рублей доставка бесплатная так все посмотрели я думаю новой пластине да будет римец виток первый бокс будет в апреле он будет посвящен морской теме морской там будут классные свои индивидуальные шармиконы слайдеры ну как бы такой летний там и цветы будут и насекомые и там вот очень много классные морской темы да если вы покупаете лампу доставка тоже бесплатно потому что там же лампа она по моему стоит в районе 15000 питере заказ делать и где забирать вы можете заказ написать сейчас мне например директ или здесь чтобы вам дали аккаунт дистрибьютора в санкт-петербурге вы можете там на месте купить либо ну заказ делать вам доставку наверно по городу сделать либо зайти на официальный сайт ими shop точка ру он сейчас привязан только головному офису вот и сделать закупку там по боксам дальше ничего больше рассказывать не буду потому что это будет аж в апреле еще не скоро поэтому конечно по цене не могу вам ничего сказать а каталог можно заказать отдельно чтобы хорошо рассмотреть сушки но вот эти вот каталоге конечно они у нас вот так вот где-то в номенклатурной позиции у нас нет это мы печатаем для дистрибьюторов это мы печатаем для дистрибьюторов можно просто позвонить дистрибьютора и узнать уточнить если у него такой каталог но я не вижу смысла на сайте все то же самое просто внимательно пересматривайте и мешок периодически там все то же самое даже лучше здесь немножко она так видите скомпонована мелкая неудобно так ну на этом я буду с вами прощаться эфир я сейчас сохраню еще раз напомню сегодня я делала обзор по курсам дизайна который входит пакет платина указала вам как изменилась азбука линии для тех кто покупал пакет платина вам автоматически добавили новую версию этому вам вот такой подарок сделали бонус поэтому ты давно покупал быстрее смотрите новую азбуку линии дизайн если не показывала из курса ими цветок и вообще все эти курсы их можно купить отдельно я сейчас попрошу менеджеров чтобы все те курсы которые вам сегодня показывала в том числе и дольче габбана и вот мы сегодня курс скорость вами говорили о курсе скорость я сейчас попрошу чтобы повесили все это в stories ссылками на покупку почему с твине ногти получается гибкие он же жесткий вроде нет твине смотря какой твине смотрите если твине в банке то это классический гель он конечно жестче чем твине бутыльки потому что есть же твине вот так гель-лак вот он прям мягкий опять же классику можно замоделировать так тонко что новость будет конечно же гнутся поэтому я не знаю вы делали твине в банке или гель-лаке вот напишите катюша цена пластин уже известно нет еще неизвестно каталог можно заказать отдельно чтобы хорошо рассмотреть это я уже ответила у нас сказание давно нет каталогов очень жаль что в казани нет да потому что там каталоги дистрибьюторы они их выбирают как бонусы возможно дистрибьютор казани не захотел брать каталоги потому что они же весят за доставку много платить приходится поэтому сейчас все в основном переходят на электронные каталоги не вижу здесь ничего критичного вот серьезно и мешок зайдите и там намного больше информации чем здесь в каталоге гель-лак в твине да конечно он же мягкий это каучуковые даже даже сказал что на цветные каучуковые базы ну как все базы гель-лаковые и твине обязательно нужно прямо моделировать чтобы хороший слой был потому что слишком тонкий слой не хорошо будет поэтому просто чуть толще моделируйте чем вы обычно привыкли потому что вам все равно цветное покрытие наносить не нужно он смотрится как конфетки знаете так объем не читается вообще на нем вот но если видите например что ногти они хагрифозные вы не можете там толсто сделать возьмите хард базы просто очень тоненько перетяните в конце потому что конечно твине гель они очень красивые особенно в гель-лаках да но они каучуковые мягкие хотя можно камуфлирующую базу смешать с импаса для интенсивности света и так покрыть ногти да можно но процент импасты в этом случае должен быть над настолько смешной маленький чтобы ваша база просохла то что нас просто может не сполимеризоваться почему нет жидкого камня на валберес мы не можем все позиции вешать на валбересе посмотрите в эйме больше двух тысяч товарных единиц а валберес это такая площадка где там нужно очень продумывать не все выставлять смотрите жидкий камень гель это такая позиция которая ее покупают в основном только после обучения это там определенных курсов представьте этот товар будет лежать на валбересе и мы за него платим вот мы платим за него как за аренду и это просто невыгодно там можно в такие минуса уйти по некоторым позициям поэтому конечно жидкий камень я в жизни не поставлю продавать на валберес потому что его там тупо никто не будет покупать сейчас emyshop.ru прямая доставка из головного офиса девочки доставка бесплатно если заказ там от какой-то суммы по двух тысяч рублей понятно что кто дальние регионы придется долго ждать но это лучше понимаете что на валбереса сейчас достаточно большой ассортимент но он все равно не полный потому что площадка я называю что там это полный грабеж просто блины тошни по майку ручь и так нельзя говорить с верами рашниченко меня поругает ладно всем хорошего настроения если эфир жидкими камнями но если на ютубе забьете например технику nail crust со мной то там я как раздаюсь жидкими камнями намешивать все всем пока пока да на сайте все есть emyshop.ru да джемте смотрите у меня отличная новость мы уже разместили заказ на сырье для нового джемте клера будем намешивать и у него структура получается совершенно другая мне кажется он намного возможно знаете нет такого бешеного блеска как у предыдущего джемте клера новый джемте клер который выйдет где-то через полтора месяца я надеюсь все таки быстрее может через месяц получится смотря как ингредиенты придут мы его как сварим для вас и упаковка будет та же самая возможно наклеечку добавим new формула прям вот вообще другой мы решили не делать на основе соков потому что предыдущая формула джемте клер это соков и поэтому он такой капризный был к лампам освещения мы решили сделать на основе классики поэтому новый джемте клер он будет классический без липкости будет очень кайфово комфортно с ним работать я уже дала девочкам даже на конкурс им работать но мне очень понравилось вот сидела для нового курса объемы делала очень классно катя есть смысл совмещение файбербаза и sbs не знаю для чего просто для дизайна что цвета разные смешать и sbs это жидкая такая и супер прочная база файбербаза за счет фолокон она тоже достаточно крепкая но она например сильнее амортизирует ну как немножко двигается но тоже классно блин но это все равно два разных по химическому составу базы они вот абсолютно полярные разные вот поймите у вас на разные базы будут свои клиенты коврики не знаю все ладно девчонки всем нажми shop.ru нельзя заказать из израиля к сожалению нет у израиля свой сайт как найти сайт израиля вы заходите на amyschool.com это второй наш сайт где идут продажи и там как раз идут подсайты всех стран вот где нет дистрибьютора значит вы автоматически в головной офис в прагу попадаете вот но в израиле есть дистрибьютор вы там на израиль нажимаете кнопочку когда выбираете свою страну израиль и вы попадаете на интернет-магазин израиля я по файбербазе эйсбэйс не могу ответить можно совмещать или нет потому что я не пойму какое совмещение вы преследуете понимаете вы имеете ввиду прозрачную файбербазу можно вот все извините я не поняла у меня в голове знаете цветные файбербазы если прозрачная файбербаза и сверху эйсбэйс я думаю что можно но проверьте на себе поносить пять пальцев я просто вот кстати такое совмещение не проверяла но у нас все дистрибьюторы сказали что эйсбэйс лучше совмещать с медиум базой но мы сейчас уже закончили практически тестирование скоро эйсбэйс выйдет в прозрачной формуле это убойная будет база она скорее всего будет какая-то со своим особенным названием и она как раз будет супер дружить с эйсбэйс вообще у эйсбэйс хорошая адгезия там нет остатков в израиле светлана давайте вы мне сейчас только мне еми рашниченко напишите прям фотографии такие-то такие-то продукты хочу купить столь с такого-то времени вот понимаете то что мне чтобы например написать что-то дистрибьютору там претензию ли не претензию как-то разобраться почему там официальный дистрибьютор у него нет ничего в наличии мне нужно конкретно я вот с такого то числа пытаюсь купить вот такой-то продукта его и нету и нету и нету я тогда вам дам прям ответ вот ну не я менеджер даст которая работает из праги на моем аккаунте вот и тогда можно будет понять там в чем причина потому что бывает вот особенно сейчас последние два года из-за пандемии там реально в европе все очень сложно вы смотрите у нас в россии все-таки ну кстати как для нас законы не писаные здесь на самом деле там все строже намного тем более израиль это закрытая страна туда чтобы что-то ввести новое нужно получить патент сертификацию провести все это растаможить поймете в израиль продукт попадает таким всегда очень сложным способом потому что у них драконовские правила так для чего база бонд супербонд это классическая база для нашей классической линейки все девочки сколько стоит курс все остальные вопросы пишем здесь в директ все да нет проблемы в израиле проблемы в тест товара что уже нет в наличии у дистрибьютора у вас на остатках старой коллекции еще купить нельзя я вам предлагаю сделать очень просто светлана ищите знакомых в россии кто зайдет на ими shop.ru купит для вас все и просто отличного лица отправить лично вам посылку все делается все элементарно смотрите если вам нужны какие-то позиции вот здесь есть у нас на балбересе на ими shop.ru попросите подружку каких-то знакомых сделать просто для вас заказ чтобы купить да сейчас выкладываю эфир все девчоночки всем пока пока вам хорошего настроения посылаю вам моё хорошее настроение